Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие сигаретки! Сегодня с вами снова я, Тихо Натя. Очень давно не было покупочек творческих и хочу сегодня показать все, что накопилось у меня за это лето. Можно сказать, да, за это лето. Всякие разные покупки. Это, конечно, не все. Что-то уже было использовано, что-то подарено. Половина из того, что я покажу, это на подарки. Но что-то из того, что я тоже покажу, это для моих новых работ. Итак, я взяла вот такие вот разные стратинки. Очень клевые, как мне кажется. Такие вот цветочки и бабочки. Что-то пойдет на подарок, что-то останется мне. Но, скорее всего, и то, и другое пойдет на подарок, как мне кажется. Потому что, по-моему, я уже себе покупала такие бабочки. По крайней мере, что-то такое, я помню, где-то у меня есть зелененькие такие. Очень хорошие. На клей их очень легко сажать. На клей-кристалл. Можно использовать их в тегах, можно использовать на конвертах, на фолдерах можно использовать. А также на АТС. Далее шли вот такие вот пуговки фигурные, тоже в виде бабочек. Давно хотелось что-то подобное. Мне кажется, их можно разукрашивать красками, например, акрилом. И декорировать тоже разными стратами и полугусинами. Тогда они будут смотреться еще более красиво. И также можно из них делать, например, брошки. Тоже будет очень красиво смотреться. Мне кажется, если включить фантазию, то можно очень много чего из них сделать. Следующее, что было, это вот такие вот наклеечки с цветочками. Пойдут на подарок. Очень прикольные. Мне нравятся вот эти вот розы здесь сделаны. Они объемные, кстати. Да. Трехслойные. Какие-то двухслойные. Но они очень красивые. И вот этот фон тоже очень такой красивый. Как видите, он прям проливается. А здесь есть еще вот такие вот наклейки обычные. Вот. Так что их можно использовать на чем угодно. Наход на телефоне, ход на кружке. Либо на мебели даже. На футболках. Как здесь вот указано. Как подарочная упаковка. Украшать. Можно просто в дневниках. Либо, опять же, в работах их использовать. Следующее, это просто мой удачный улов. Который просто, я не знаю, я обожаю этот момент, когда вот это вот получилось ухватить. Потому что все было в единственном экземпляре. Вот эти я уже открыла розочки. И начала их использовать в тегах. И они безумно красивые. Просто безумно красивые. Было всего два вида оттенков. Конечно, было бы очень хорошо, если бы они были еще белыми и розовыми. Но вот этот мятный и вот этот такой теплый, желтый. Очень и очень красивые тоже. И вот эти цветочки тоже очень симпатичные. Интересные. Немножко вот этот неаккуратно сделан. Хотя, я думаю, что его можно там распрямить. И тоже будет нормальный. Мне кажется, за 52 рубля это очень дешево. Покупать 6 таких цветочков. Потому что буквально вчера я была в магазине. Один подобный цветочек стоит около 30-40 рублей. И я считаю, что это очень дорого за одну штуку. А здесь 6 штук. Далее идут 4 новинки из FixPrice. И я просто не могла пройти мимо. Потому что это бабочки. Это бабочки. Просто крупные. Такие объемные. С глиттером. И вы знаете мою страсть к бабочкам. Я как только их вижу, я не могу себя держать в руках. Я хочу просто все с ними. И мне кажется, вот этот лист. Он самый красивый. Самый нежный. И здесь очень красивые бабочки. Все равно вот это розовое. Вот это желтое. И голубые. Они очень красивые. Они довольно-таки крупные. Объемные. Но в спиннином скотче. И здесь есть несколько таких обычных наклеек. Которые тоже можно использовать. Очень нравятся мне. Очень-очень красивые. Следующие у нас вот такие. Тоже не менее красивые. Но вот это, вот это и вот это. Просто тоже безумная красота. Можно использовать их как на мебели, как в работах, так и на письмах. Ну, просто где-то хочется вам. Смотрите, какие красивые. Вот это, вот это. Можно на стены клеить. Декорировать интерьер. И последняя вот такая. Здесь более такая натуральная расцветка бабочек. Которые можно встретить на улице. Вот такие особенно. И такие. Очень красивые. Это прям мотылек. Тоже посмотрите, как красиво. Правда? Хочется прям все себе оставить. Очень-очень-очень красивые. Но вот эти прям больше всего мне нравятся. Потому что это самые нежные по оттенкам. Следующие. Это такие вот полубусины. Золотистого оттенка. Которые я очень давно искала. И нашла их только в Питере. В буквоеде. Они стоили какие-то копейки. Да, 49 рублей. Мне кажется, это очень дешево. За такое количество бусин. И они очень красивые. Крупные. И просто прелесть. У нас я такие не встречала. Они мне очень понравились. Далее идет вот такой вот блокнот. Который мне подарила моя подруга. Это уже не покупка. И я очень давно хотела такой. И собиралась сама себе его купить. Но моя подруга меня опередила. И сделала мне такой приятный подарок. Мне очень хотелось здесь в будущем ввести свой личный дневник. Потому что он такой очень нежный, розовый. Я очень люблю розовые оттенки. Такие вот нежные. И здесь очень-очень красивые. Иллюстрации. Через каждые вот два листа получается. Посмотрите. Просто красота, правда? Здесь можно делать какие-нибудь коллажи. Ну, как обычно. Что я и делаю в своих дневниках. Писать какие-то заметки. Клеить фотографии. И просто наслаждаться этими картинками. Тут причем вот эти иллюстрации. Они все такие тематические. И прям хочется только о любви здесь писать. Вот такие прям очень-очень нежные. Красота. Посмотрите, как красота. А здесь тоже. Такие вот дела. Позитивный блокнот. А я бы назвала его романтический блокнот. Романтичный блокнот. И последнее. Я сделала себе такой вот подарок. В отпуске, когда была в Питере. Не удержалась. Я всегда, когда приезжаю куда-то. В какой-то город. Я просто иду. И покупаю себе блокнот. Для нового дневника. Потому что знаю, что этот блокнот будет счастливым. Обычно так и бывает. И я всегда довожу его до конца. А если я покупаю блокнот у себя в городе. То чаще всего я не довожу его до конца. И это как-то так печально прям. Но мимо этого я не могла пройти. Потому что здесь такая прекрасная иллюстрация. Я не поклонница единорогов. Но именно вот этот принт. Этот арт. Просто очень-очень тронул меня. Потому что он показался мне таким нежным и чутким. как в состоянии в моей душе. Которое было на тот момент. И эта надпись. Love your dreams. Живи своими мечтами. И просто я поняла, что я хочу здесь вести дневник. И возможно не только дневник. Возможно я хочу здесь еще рисовать. И с этой стороны вот он такой. И здесь просто белые листы. Просто, просто-просто белые листы. Которые очень хорошие для карандаша. Также можно рисовать здесь акварелью. Если не сильно много воды. Сюда делать. То он прослужит долго. Так что. Такие вот покупки. Надеюсь я была вам полезна. Надеюсь вам понравилось это видео. Не забудьте поставить лайк. Как любят селу я обнимаю. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.